В эфире итоговая программа Вести Хакасия, события недели. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Мы собрали самую важную информацию за минувшую семидневку и подготовили те новости, которых вы не видели в выпусках по будням. Итак, мы начинаем. Это всегда реально. ЕГЭ строгого режима. А завтра стартует экзаменационная кампания. Повторятся ли скандалы прошлого года? Рособранадзор обещает, утечки не будет. Покупаем готовые ответы. Еще и успеваем по акции со скидкой. Он мертвый был. Все его посчитали мертвым. И уже по УЗИ и КТГ, он до операции был мертвым. А был ли мальчик? Судебный процесс по делу Александра Тышты идет к завершению. Свидетельские показания изменились. Как теперь выглядит картина преступления Копьевского акушера. Наибольшее количество предпринимателей открывается и так далее. Как раз какие-то кризисные годы или годы экономического спада. Сделали дело. Бизнес как банк идеи. Абаканская мэрия учит тактики выживания на рынке. А власти готовят гранты, чтобы спасти утопающих. Уровень финансирования федеральной программы, он остался неизменен. Впереди последняя неделя весны. И этот май точно войдет в историю метеонаблюдений. Последний раз таким холодным пятый месяц года был 45 лет назад. Из-за резких перепадов температуры и давления страдают метеозависимые люди. И вот опять, по данным гидромета, к республике подкрался холодный фронт. И предстоящая неделя нам тоже собирается показать чуть ли не годовой погодный ассортимент. Но в предварительном прогнозе синоптиков все-таки можно найти позитив. По крайней мере, не ожидается заморозков. Чувствительным людям к погодным сюрпризам надо набраться терпения. Нас снова ждут резкие перепады температуры. А в конце недели грозы. При этом будет достаточно жарко до плюс 30. Кстати, по народным приметам, погода неустойчива до троицы. В этом году она отмечается 8 июня. Плюс 5, но не градусов, а миллиардов в Хакасии. По долгосрочным прогнозам Министерства обороны. Военное ведомство решило подарить нам новый городок с культурными и спортивными комплексами. Самое главное политическое событие этой недели – визит в Хакасию министра обороны Сергея Шойгу. Напомню, вопрос о серьезном укреплении материально-технической базы воинской части был поднят год назад. Сейчас работы уже начались. В первую очередь изменения коснутся жизни солдат. Для них построят новую казарму. Помимо нее, здесь же появится досуговый центр и спортивный комплекс с бассейном и хоккейной коробкой. Причем всем этим смогут пользоваться и гражданские. Цена проекта – 5 миллиардов рублей, деньги федеральные. Задержек с финансированием нет. Сдать городок планируется уже в 2015 году. И еще об одной стройке, и на этот раз мирового масштаба. На этой неделе стало известно, что у Абакана есть перспективы получить централизованное газоснабжение. Кстати, первым растиражировал новость в социальных сетях сам мэр Абакана Николай Булакин. Напомню, на этой неделе Россия и Китай подписали беспрецедентный договор о поставках газа. Газ для Китая будет добываться в Восточной Сибири. Поставки будут вестись по газопроводу «Сила Сибири» протяженностью больше 3000 километров. Сейчас только готовится проектная документация. Это будет самая большая на ближайшие 4 года стройка в мире. Система магистральных газовых путепроводов будет проходить и недалеко от Абакана. Пока это только планы, но планы вполне реальные. В Хакасии завершается громкий судебный процесс по делу Копьевского акушера Александра Тышты. Напомню, врача обвиняют в убийстве новорожденного. На этой неделе состоялись прения сторон. Я осмотрел плод, почему-то он не был окоченевшим. Я опустил его в ведро с водой, чтобы понять, жив он или мёд, чтобы он пустил пузыри или подал ещё какие-то признаки жизни. Я подумал, что появление такого плода можно скрыть. В своих действиях я руководствовался в честью больницы, районов, потому что статистика по критерию детской смертности, которую недавно в мире, оглашается на всю страну. Прокурор ещё раз озвучивает первые показания Александра Тышты. Судебное следствие закончено, оно длилось более полугода. И в прениях есть, что сказать у обеих сторон. В пользу обвинения – запись телефонного разговора, где Александр Тышта делится с коллегой с событиями того дня. Тышта непринуждённо рассказывает Самриной, что вытащили они урода, у которого сердце было наружу и пульсировало. После чего он принёс его в сам пропускник, а он живой. Сердце у него билось. Он мёртвый был. Все его посчитали мёртвым. И уже по УЗИ и КТГ он до операции был мёртвым. Ребёнок был жив. Об этом заявляли и копьёвские медики в начале следствия. Но уже на заседаниях свидетели говорили обратное. Врачей заставили сменить показания в пользу своего коллеги, считают в прокуратуре. Давил не кто-то, а чиновники от медицины. В личном обвинении под угрозу увольнения и обещание дальнейшего покровительства по службе с указанными работниками из здания Министерства здравоохранения проявлена профилактическая беседа в целью отказа своих первоначальных показаний. Говорить о том, что со стороны Минздрава было оказано такое давление, то это говорить о совершении преступления тем же заместителям министра. Но почему же он на свободе так больше года? Почему не предъявлено ему обвинение в оказании давления на свидетелей? Это говорит о том, что давления не было. И у нас, конечно, твердая уверенность в том, что Тышта обвиняется напрасно и не совершал он данного преступления. По заключению последней судебно-медицинской экспертизы, младенец умер еще в утробе матери. Адвокаты настаивают на полной невиновности подзащитного. Прокуратура же требует для сельского врача 12 лет строгого режима. Обратиться к суду перед приговором Александр Тышта сможет 27 июня. К слову, пострадавшая, а она сегодня воспитывает второго выжившего ребенка, в суде так и не появилась. Ольга Стельмах, Сергей Казмин, Вести Хакасия, События недели. Хакасия обсуждает жуткий случай, который произошел в Абакане на этой неделе. Напомню, 19 мая сотрудница одного из мебельных магазинов ночью родила ребенка на работе, бросила его в подсобки и ушла. Девочка, которая пролежала на бетонном полу первые 12 часов своей жизни, сейчас под присмотром врачей, она в порядке, пожалуй, это самое главное. А вот мамой, кстати, многодетной, теперь занимаются следователи. Свой неадекватный поступок женщина объяснила тем, что не верит врачам, но почему-то идейные убеждения не помешали ей бежать к медикам, чтобы самой получить послеродовую помощь. Кто-то бросает детей на полу в подсобки, а кто-то готов жертвовать всем ради своего ребенка. В Хакасии дети с тяжелым генетическим заболеванием месяцами ждут жизненно необходимых лекарств. Из-за сбоя на уровне ДНК в крови, тканях и органах у малышей скапливается переизбыток аминокислоты. Без нее невозможно построение ни одной белковой клетки, поэтому приходится с младенчества соблюдать жесткую диету и принимать лекарственную пищу, на которую, кстати, у каждой такой семьи по закону есть льготы. Вот только зачастую ее приходится в буквальном смысле добиваться. Об одной такой семье Ольга Стильмах. Маша, или как зовут ее родные Маруся, ничем не отличается от других детей. Любит общаться с ровесниками, играть и даже не боится высоты. Однако таких, как эта маленькая девочка в Хакасии, всего 10 человек. Свои 4 года она не знает вкус конфет, молока, рыбы и многих натуральных продуктов. Для нее они на всю жизнь под запретом. На завтрак, обед и ужин, фрукты, овощи и специальные продукты без избыточной аминокислоты. У Маши фенилкетонурия – редкое генетическое заболевание, с нарушением аминокислотного обмена. Фенилкетонурия – заболевание, при котором из-за сбоя на уровне ДНК в крови, тканях и органах скапливается переизбыток аминокислоты. Для лечения из рациона исключают все продукты с содержанием белка. Если не соблюдать строгую диету, поражается центральная нервная система, сердце, почки. Как итог – отставание в физическом и умственном развитии. Частота рождения детей с таким заболеванием – 1 на 10 тысяч. Выявили эту болезнь еще в роддоме, на обязательном скрининге, когда из пяточки младенца забирают кровь на анализ. Тогда диагноз фенилкетонурия звучал как приговор. На самом начале, когда я спросил у генетика, а что нам вы дадите, нам сказали – рис вам дадим. А на тот момент ничего не было. Сказали – дадим вам рис. Я говорю – и что у меня, всю жизнь ребенок будет рис есть? И она сказала – да. С разнообразием сейчас проще, но выписывать специальные продукты приходится из-за границы. Питание с учетом доставки бьет по карману. К примеру, получить из Англии один стакан молока, где химическим путем исключена вредная для Маши аминокислота, можно за 200 рублей. Пачку макарон – за 500 рублей. Даже хлеб для ребенка пекут родители. Из муки, где нет белка. А она тоже стоит немало. Такой рацион в месяц обходится в среднем в 20 тысяч. И это помимо аминокислотной смеси, которая содержит все необходимые витамины и микроэлементы. Ее должны выдавать семье. Бесплатно. Если раньше попроще было, вроде как выдавали. Иногда на полгода, иногда на целый год выдавали. То есть большими такими партиями сейчас все меньше и меньше. Обратились в февраль, март, апрель. В апреле, только в конце апреля мы получили вот эту часть питания. Часть питания нам выдали на 130 дней. Мы так примерно посчитали по дням. Тот период, когда мы не получали. Мы за свои деньги это покупали. Смесь на три месяца стоит порядка 50 тысяч рублей. Однако перебои с ее поставкой регулярные. Приходится добиваться через прокуратуру и Минздрав. Не только Хакасии, но и России. Переход сейчас на то законодательство, когда объявляют тендер. То есть объявили. Там, естественно, чаще всего выигрывает тот продукт, который дешевле всех заявился. Но не всем детям он подходит. То есть вот нам конкретно, допустим, в этом году нам предоставили, он нам не подошел. Это выражалось там в различных симптомах типа рвоты, похудения. Как бы трудно ни было, семья готова и дальше добиваться положенной по закону дорогостоящей смеси. Сегодня Маша посещает обычный детский сад. Это стоило больших усилий. Ведь готовят для нее отдельно и только из специальных продуктов. А все силы родителей брошены на то, чтобы их ребенок, несмотря на сложный диагноз, развивался без каких-либо отклонений. Ольга Сельмах, Дмитрий Парахин, 200 Хакасия, События недели. Прокомментировать ситуацию с лекарствами для девочки мы попросили Республиканский Минздрав. Специалисты пояснили, на льготные медикаменты не хватает средств. Поэтому рациональнее всего закупать не сразу на год, а раз в три месяца. С учетом новых данных по числу пациентов. В этом году из бюджета Хакасии на бесплатные лекарства выделили 200 миллионов рублей, плюс по федеральной программе в регион пришли еще 130 миллионов. Но даже этих средств не хватит, чтобы обеспечить препаратами всех льготников. В том числе и по вине самих льготников, можно даже и так сказать. Потому что, как мы с вами уже говорили, 671 рубль в месяц выделяется на федерального льготника. Но эта сумма может быть монетизирована. То есть человек может забрать эти суммы деньгами себе в карман и может остаться в этой льготе и получать препараты в натуральном выражении. Конечно, никакой республиканский бюджет не сможет вынести такую нагрузку. Например, в этом году у нас отказалось 70% льготников, это порядка 29 тысяч человек. И мы потеряли для республики Хакасия в натуральном выражении 200 миллионов рублей. Это как раз тот дефицит, который нам сейчас не хватает. Экономят прежде всего на дешевых препаратах, каплях для глаз или таблетках для стабилизации давления. На тех, которые пациенты могут купить в аптеках сами. Дорогостоящие же медикаменты, как в случае с маленькой Машей, в приоритете и выдаваться однозначно будут, но с небольшими задержками из-за того, что пациентам с редкими заболеваниями обычно приобретают препараты не тендерным путем, а индивидуально по торговым маркам. Это весь Хакасия. События недели. В этой части выпуска вы увидите. Навигатор привел на восток. Определены банки-агенты. Выплаты должны начаться уже завтра. Наибольшее количество предпринимателей открывается и так далее. Как раз какие-то кризисные годы или годы экономического спада. Сделали дело. Бизнес как банк-идея. Абаканская мэрия учит тактики выживания на рынке, а власти готовят гранты, чтобы спасти утопающих. Уровень финансирования федеральной программы, он остался неизменен. Очень волнительно внутри. Трепетно. И, конечно, ожидание чуда. Они навсегда останутся в Хакасии. В старейший храм Абакана прибыли мощи святых. Самая почитаемая – праведная Анна, Матерь Пресвятой Богородицы. С завтрашнего дня в России стартует кампания по сдаче единого государственного экзамена. 26 мая проверят знания школьников по географии и литературе. Экзамен по русскому языку пройдет в четверг, 29 мая, 5 июня математика. А завершится экзаменационная кампания 11 июня. В этом году в Хакасии будут сдавать ЕГЭ 2976 человек, из них абсолютное большинство – выпускники нынешнего года. Тех, кто закончил школу раньше, а теперь планирует проверить знания – всего 427 человек. Наиболее выбираемыми предметами, как и прежде, стали общество знания, больше половины выпускников и физика – четверть от общего потока. Чуть меньше выпускников интересует история – 21% и биология – почти 18% выпускников выбирают ее. Повысился интерес к таким предметам, как информатика и информационно-коммуникационные технологии – почти 10%. Английский язык – 6% – замыкает список литература. Бывший обязательный предмет в этом году будут сдавать только 5% выпускников. Самыми непопулярными предметами оказались география, французский и немецкие языки. Сегодня ночью будет не до сна не только выпускникам. Тем меньше детей к ЕГЭ готовятся те, для кого это стало прибыльным бизнесом. После скандальной экзаменационной кампании прошлого года Рособорнадзор обещает утечки информации в этот раз не будет. В это не верят в первую очередь сами хакеры. Почем сегодня вдруг стать отличником и буквально выиграть путевку во все престижные вузы. На этой неделе мы попытались войти в роль выпускника и не образцового, а такого предприимчивого двоечника. И вот что из этого вышло. На просторах Рунета кипит война. ЕГЭ уже не проверка знаний, а экзаменное умение пользоваться всемирной паутиной. Социальные сети кишат группами-новичками. Всех объединяет одна тема. Наряду с теми, кто предлагает совместно готовиться, есть и другие, и их больше. Здесь говорят, что ответы на ЕГЭ-2014 в свободном доступе. Стать стобальником совсем не проблема. На практике мы видим, что все бюджетные места в университетах заняты троечниками, которые вовремя успели подсуетиться и купить ответы. Не упускайте свой шанс, господа. Заплатить каких-то 5-7 тысяч рублей и потом с поднятой головой идти в университет. Цены за ответы от нескольких тысяч до 300 рублей. Даже есть акции и скидки. Все как в настоящем бизнесе. Под видом выпускника вступаем в переговоры. Нужны ответы по русскому и математике. Когда получу? Привет. Один экзамен – 800 рублей. Литературу скину за двое суток бесплатно. А где ты их берешь? Это не 2013-го. Ответы? Сливают люди, которые имеют доступ к ним. Зачем не продавать ответы 2013-го года? Продвигаясь вперед, наука непрестанно перечеркивает сама себя. Продавцы ответов пытаются убедить потенциальных клиентов подобными высказываниями известных писателей, чьих книг наверняка и в глаза не видели. Активная пропаганда, видеоролики, как трейлеры к блокбастерам. Они знали бы, что же для многих это билет в один конец. Что может быть лучше, чем перед экзаменом купить ответы на ЕГЭ? Молодец, парень, все верно сказал. Да и не только с ЕГЭ такая тема, но и с ГИА тоже самое. Только ответы добыть легче. Все спишем до единого. Это в их интересах, учителей, чтобы мы сдали. Сами же учителя дадут и еще в инете найдем. Да все все спишем, это же Россия. Да, ответы будут, но добавили камеры, и списать трудно. Списать-то всегда реально. Сама аудитория 100% нет, поскольку наблюдающие смотрят. Не знаю, у меня никого не было. Ну, тяжко, конечно, но можно было. Так в прошлом году сдавали ЕГЭ в Дагестане. Расул сочинение, пишет сам. Повторится ли что-то подобное – главный вопрос компании этого года. Российский премьер Дмитрий Медведев сделал заявление, учителя, которых поймают на нарушениях процедуры ЕГЭ, будут уволены. Сегодня Росоопернадзор сохраняет спокойствие, в ведомстве уверены – утечки не будет. А все, что есть в сети сегодня – дезинформация. Чиновники от образования сами выкладывают неправильные ответы. Те, кто их продают – просто мошенники. Они и создают миф о невероятной сложности ЕГЭ. В этом году в вопросах конспирации продавцы ответов продвинулись вперед. Группы, в которые вступали вчера, сегодня по-прежнему адресу уже не найдешь. Их банит администрация сайта, поэтому они постоянно переезжают и меняют название. Ответы на ЕГЭ уже предлагают на страницах для тех, кто понимает – жаркое лето и так далее. Росоопернадзор ведет свою информационную атаку в виде тех же роликов. И в такие группы советуют не ходить, шпаргалки и телефоны с собой не брать, чтобы не услышать самое страшное, что может быть в этот день. Поднимите, пожалуйста, ваши бланки. Сказали в следующем году, умнее буду. Елена Крылова, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия, События недели. Кто выигрывает эту информационную войну, станет известно не раньше, чем состоится сам экзамен. Там и будет понятно, кто по каким правилам играл. Кстати, перечислять деньги за ответы ЕГЭ мы, конечно, не стали. Не хочется платить за то, чтобы кто-то нам сказал, как правильно писать «не» с глаголами. Впрочем, тем, кто сдает завтра, мы в любом случае желаем удачи. А прямо сейчас узнаем, какие нововведения ждут ЕГЭ уже в следующие годы. Интервью недели далее в нашем эфире. Вы смотрите Вести, Хакасия, События недели. Сегодня в нашей студии начальник отдела управления качеством образования Министерства образования Хакасии Ольга Пономарева. Ольга Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в студию. Про ЕГЭ 2014 говорят, что это экзамен, который последний раз проходит по-старому. Какие-то его очень существенно переделать, планируют на следующий год. Чего коснется это? Ну, обсуждений, конечно, очень много. Речь идет о том, чтобы отменить в некоторых предметах часть А. На сегодняшний день часть А уже нет ни в математике, ни в литературе. Да, собственно говоря, вот перед... Это тест, да, непосредственно, вот это самое пространство? Это тест с выбором ответа, да. Вот перед сегодняшним эфиром я специально зашла на сайт Рособранадзора, на официальный сайт eg.edu.ru, и сняла оттуда вот те кимы, контрольно-измерительные материалы, которые есть в открытом доступе. Вот русский язык. Действительно, часть А, она достаточно простая. Достаточно простая. Зачитайте, допустим, первый вопрос. Ну вот, например, такой вопрос. В каком варианте ответа выделенное слово употребляется неверно? Журналистка с невиновным видом продолжила задавать режиссеру вопросы. Региональные отборочные турниры подходят к концу. У нового сорта салата маслянистые нежные листья. Ну и так далее. Ну понятно, что журналистка с невинным видом, но никак не с невиновным. И вот такие вот легкие вопросы, они как раз характеризуют часть А. Рассчитано просто на грамотность, на элементарную грамотность любого человека. И эта часть А, она обеспечивает нам тройку, да, по-старому? Ну, фактически да. Фактически да. То есть достаточно решить часть А, и ты уже преодолел минимальный порог. А ИНИАС как сейчас, ЕГЭС, Давидович? Все-таки иностранный язык у нас, главное, всегда было говорение. Значит, аудирование в этом году есть в вопросах, аудирование, то есть когда ребенок слушает речь и дальше выполняет, соответственно, задание. Со следующего года, то есть ЕГЭ 2015 года, по иностранному языку уже будет включать в себя говорение в обязательном порядке. Его записывать, да, будут? Его будут записывать обязательно, и затем предметная комиссия будет оценивать. Ну, это уже будет в следующем году. А что вы пожелаете нашим выпускникам и их родителям в этом? Ну, пожелать хочется две вещи. Первое – это рассчитывать на себя, на свои силы и быть уверенным в том, что экзамен пройдет хорошо и максимально сосредоточиться в день проведения экзамена. Бояться единого государственного экзамена не следует. Давайте вспомним, ну, вы-то, наверное, вы все-таки молодое поколение. Я, когда заканчивала школу, я сдавала 11 экзаменов, и потом, приезжая в ВУЗ, еще 5. Поэтому и сейчас ребенок должен сдать, чтобы получить эти ста два экзамена на едином государственном экзамене, то есть русский и математика. И если он собирается поступать в ВУЗ, значит, выбрать еще один-два профильных предмета. Ну, а чтобы наши дети с позитивным настроем пошли на экзамены, я приведу только несколько цифр. По итогам экзаменационной кампании 2013 года 76,5% выпускников Хакасии поступили в ВУЗы, 14,8% в СУЗы. Таким образом, 91,3% выпускников прошлого года продолжили обучение в организациях профессионального образования. И учатся там, где они и хотели. Где хотели, поэтому хочу пожелать всем удачи и успехов. Спасибо большое, Ольга Игоревна, за то, что пришли к нам в нашу студию. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ольга Пономарева, начальник отдела управления качеством образования Министерства образования Хакасии. Другим темам. Уже завтра вкладчикам навигатора начнут возвращать деньги. На этой неделе агентство по страхованию определило банки-агенты. Ими стали Восточный экспресс-банк и Россельхозбанк. Хоть выплаты и начинаются завтра, торопиться не обязательно. Деньги будут возвращать полгода. При себе вкладчикам нужно иметь только паспорт. Для кого малейший сбой в работе банка, катастрофа точна, так это для предпринимателей. Словия, в которых живет бизнес сегодня, таковы, что без займов открыть свое дело практически невозможно. Да и открыть это только первый шаг. Сегодня власти всех уровней как никогда заинтересованы в развитии бизнеса. И минувшая неделя в Абаканской мэрии так и называлась неделя предпринимательства. Чему мучат чиновники будущих акул бизнеса и как готовы помочь в следующем сюжете. Два раза в год Абаканская мэрия собирает предпринимателей города и учит, как жить дальше. В этот раз впервые за два года даже пришлось занять самый большой зал в здании. Посетителей оказалось вдвое больше обычного. Сегодня в темах семинара работа с персоналом, эффективная реклама, изменения законов, касающихся бизнеса и финансовая поддержка, какую может дать город. Последний вопрос сейчас самый интересный. Последние три года число зарегистрированных субъектов предпринимательства снижается. Это связано и с изменением законодательства, с увеличением нагрузки по перечислению страховых взносов, в частности в пенсионный фонд. Мы эту ситуацию также анализируем, прогнозируем изменения численностей на последующие годы. Но последние три года такая тенденция есть. Вяло текущий российский кризис ударил практически по всем сферам. По данным налоговой, Хакасии уже в этом году от своего бизнеса отказались 75 индивидуальных предпринимателей. Те, кто не вошли в этот список, сегодня празднуют победу. По мнению бизнес-экспертов, кризис является проблемой только для тех, кто пасует перед трудностями и поддаётся панике. С ними согласен директор одной из компьютерных фирм Абакана. Десять лет на рынке, кризис пошёл уже второй. Когда для бизнеса совсем хорошие времена, это не есть хорошо, потому что в бизнесе нельзя расслабляться. Нужно быть всегда в тонусе, всегда к чему-то двигаться. А чтобы к чему-то двигаться, должны быть какие-то изменения. То есть изменения в экономической жизни и так далее. То есть когда они есть, тогда есть какая-то и потребность у рынка, и в принципе какой-то стимул для развития бизнеса. Собрались сегодня вместе, чтобы было интереснее. Много нового узнаем. Что дальше? Начинаем? Да. Евгении Соловьёвой тактики выживания в бизнесе ещё только предстоит научиться. Месяц назад девушка сменила спортивный зал и ХГУ, где была преподавателем, на собственный класс для занятий детским фитнесом в ДК железнодорожников. Пока Евгения идёт точно по схеме успешных бизнесменов. Сфера для Хакасии новая. Дело вполне подъёмное, а главное – душа лежит. Сложно было начать. Сама мысль сложная – начать. Уже когда действуешь, уже когда набираешь группы, ходишь, оформляешь те же самые документы, уже кажется не так сложно. Меньше как бизнес, больше как удовольствие. Мне нравится с детьми заниматься. Когда у них что-то получается, как они в восторге говорят, у меня получилось, ты от этого тоже удовольствие получаешь. И радуешься за все достижения. Да, давай складывай здесь. Развернуться делу помог бы грант Министерства экономики. Начинающая бизнес-леди готовит документы. В 2013-м правительственный подарок получили 89 бизнесменов из 151 обратившегося с заявкой. Предприниматели в общей сложности раздали 160 миллионов рублей. В этом году будет точно не меньше, ведь многое зависит от Москвы, а там пока в этой сфере никаких перемен. Уровень финансирования федеральной программы, он остался неизменен. То есть было зарезировано заменой эконом-развития 20 миллиардов рублей. Так они и остались. Мы ожидаем довольно-таки существенных изменений, связанных с оказанием финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Это прежде всего касается предоставления субсидий на оборудование. То есть если в прошлом году у нас ограничение было в виде среднесписочной численности 30 и более человек для получения финансовой поддержки в сумме до 3 миллионов рублей, то в этом году Минэкономразвитие, учитывая пожелания большинства субъектов Российской Федерации, данное ограничение сняло. Все эти новшества тоже продиктованы кризисом. Программа поддержки пытается адаптироваться к ситуации, и поддержать тех, кому тяжелее всего этой самой незначительной кампании. Заявки Министерства экономики начнет принимать предположительно в августе. На этой неделе для православных верующих Акасии произошло знаковое событие. В Абакан доставили частицы мощей, особо почитаемых в России святых. Ковчег привез владыка Иоанна Фан, мощи были подарены ему на святой горе Афон. Встреча и первое торжественное богослужение прошло в самом намоленном городском соборе Абакана, в Никольском храме. Рассказывает Олеся Калиниченко. В руках у владыки Иоанна Фана ковчег с частицами мощей. Святыню нашему архиепископу подарил старец на святой горе Афон. Теперь любой православный в республике может приложиться к мощам четырех святых. Это святая мученица Марина, священомученик Харалампий, святая Анна, мать Пресвятой Богородицы и Георгий Победоносец. В России к этому святому особое отношение уже на протяжении нескольких веков. Георгий Победоносец является именно символом победы над всем злом. А поскольку это символ России уже, хотя и святой-то греческий, в нынешнее время, особенно когда много нестроений, попыток нашу православную Русь увести в сторону от ее традиции, попытки ее ошельмовать каким-то образом, то Георгий Победоносец стоит на страже. И обращаясь к нему и прикладываясь к нему, мы можем быть уверены, что по его молитвам Россия будет крепкой, победной, так как она была победной всегда. После встречи святынь в соборе прошло торжественное богослужение. Затем многочисленные собравшиеся имели возможность приложиться к мощам. Очень волнительно внутри, трепетно. И, конечно, ожидание чуда. Когда пойдешь в церковь, ты не только о личном думаешь, потому что личное, оно как бы ближе. Но Георгий Победоносец – это всех военных покровителей, а наши ребята сейчас не секрет в многих горячих точках. Поэтому за них лишний раз попросить, я думаю, это святое дело. По прибытии со святой горы Афон мощи два дня находились в Никольском храме Абакана. Позже их переместили на постоянное место в Спасо-Преображенский собор. Это была программа «Вести Хакасия. События недели». Мы рассказали о том, что посчитали интересным на этой неделе. Теперь готовы выслушать ваши новости по телефону 22 72 82. Еще у нас есть сайт «Вести Дефис Хакасия. РФ». И страница на Фейсбуке. Там будет полный выпуск «События недели». Теперь у меня все. Продолжение следует.